Шумбрачи, Вечки, Вейкс и Алгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами программа «Шумбрат Раф» и я, ее ведущая, Татьяна Родионова. С целью привлечения внимания людей к истории, культуре, к традициям ежегодно в ноябре месяце проводится международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». И на специально организованных по этому случаю выставках можно было познакомиться с этнической историей Ульяновского края. Давайте посмотрим, как это было. Народов много, страна одна. По таким лозунгам в Ульяновске открыли большой этнографический диктант. Его проводят с 2016 года. За шесть лет вопросы изменились, цель осталась прежней – укрепить согласие межэтнического мира и национального единства. Испытание оформлено в виде текста с вариантами ответов. Из 30 заданий 20 касаются федеральной этнографии, а 10 – региональной. Эти вопросы составлялись учителями, учениками Ульяновской области на протяжении 2022 года. Мы создали на территории региона комиссию, в которую входили в том числе лингвисты, филологи, которые отобрали 50. Из этих 50 уже на федеральном уровне были отобраны 10, которые вошли в состав вопросов «Большого этнографического диктанта» на Российской Федерации. Время для ответов на вопросы – 45 минут. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 100. Для тех, кто участвует не в первый раз, справиться легче. А таких в зале много. Есть и те, кто присоединился у самых истоков. Для них за столько лет этнографический диктант из-за обычной акции перерос в семейную традицию. Сейчас уже больше мы говорим о своих корнях, чтобы мы их не забыли. И вот мои дети, студенты саранских университетов, умеют разговаривать. И сегодня они в Саранске тоже участвуют в этнографическом диктанте. Я думаю, что это дорогого стоит, что я смогла своим детям передать ту необычность, наверное, свою идентичность какую-то. По уже сложившейся традиции диктант посвятили Дню Народного Единства. В этом году и праздник, и испытания приобрели новый смысл. Народы России объединились, чтобы не дать врагу шанса переписать или вовсе стереть историю их страны. Это особо подчеркнул губернатор Алексей Русских. Он вместе со всеми проверил свои знания. Когда я получил приглашение прийти сюда, участвовать в диктанте, первый вопрос был мой. Насколько он будет сложный? Но мне помогло что? Помогло то, что я очень много езжу по районам, интересуюсь историей, много общаюсь с людьми. Как раз там целый блок вопросов был посвящен Ульяновской области, знаменитым людям. Этнографический диктант продлится до 8 ноября. Для тех, кто не может присоединиться лично, доступен дистанционный формат. Александра Никитина и Даниил Сурков, УПРАВДА ТВ. Вопрос сохранения своей национальной индивидуальности актуален особенно сейчас, в эпоху глобализации. Показательно, что тема обращения к национальным истокам все чаще возникает в творчестве людей и искусства, которые, по сути, создают современную культуру. Сегодня мы познакомимся с одним из арзианских мастеров, который разрабатывает в своем творчестве национальную тему. Анатолий Николаевич Баргув. Народный художник Республики Мордовия. Лауреат премии главы Республики Мордовия. Профессор кафедры традиционной народной культуры и современного искусства Мордовии Института национальной культуры МГУ имени Огарева. Он работает в жанрах пейзажа, натюрморта, тематической картины. Его произведения хранятся в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени Степана Эрзя и частных российских и зарубежных коллекциях. Анатолий Николаевич – один из немногих эрзианских художников, который обращается к сюжетно-бытовой картине и активно разрабатывает национальную тему. Своими полотнами он утверждает необходимость возрождения, биржного отношения и продолжения народных национальных традиций мордовских народов. Анатолий Николаевич рассказывает о себе и о своем творчестве. Давайте посмотрим сюжет. В этой мастерской я с 2002 года и основные картины вообще-то написаны в этой мастерской. Я люблю свой народ и посвящаю свои все картины именно мордовскому народу. Это Эрзя, Мокша, Шокша. Почему? Потому что такие красивые праздники, такие красивые обряды. И, знаете, глядя на эту красоту, просто нельзя как художнику не написать вот эти композиционные работы. Но одна из первых работ у меня, это в Большоигнацском районе, был праздник Ерзя-Нескс. И именно вот эта цепочка меня как-то задела. И это моя первая картина в 2000 году. Первая, потому что я писал пейзажи, натюрборты, а вот так к картине я не подходил. А вот когда увидел вот эту красоту, у меня вот пошло. И когда написал ее, получился триптих. Это левая часть Торома встречает утром, встречает гостей. Потом полдень, это праздник. И вечер, это где Келу поют, праздничный концерт делают. Ну а потом у меня были работы Воскресный день, Яблочная благодать, праздник Березки, праздник Берой Борозды. Ну а потом у меня здесь вот работа за невестой. Этот праздник был в Рузаевском районе. И увидев эту красоту, увидев эту красоту, я не мог не написать. Потому что обряд назывался за невестой. И вот такая, так сказать, композиция, увиденная мною, я запечатлел на холст. Вот, ну и здесь и Эризианин, Эризианин влюбился в Макшаночку. И вот такая интернациональная свадьба. Вот. Ну я потом, когда написав эту работу, у нас еще, говорю, Эрзи, Мокша, Шокша. И Шакшане одна красавица говорит, почему вы не пишете Шокша? Я говорю, будет материал, напишем. И вот это Шакшанский праздник. А, это называется она Шакшанские мотивы. Вот. И работа интересная получилась. В общем, я уже говорил, что писал Эрзиу Мокшу. И когда был мне материал, Шакшанские мотивы написал картину. И ягодная пара. Вот видите, костюмы разные. И у каждого народа свой. Своя красота, свой стиль, свое отношение к одежде, да. И вот это, наверное, никак не могло меня не волновать. Почему? Потому что, на самом деле, ну такая красота. Я во многих регионах был. Ну, может быть, я сам, как Эрзианин. И мне кажется, самые красивые костюмы это у нас. А так, как вот и Пензенская, и Ульяновская, и в Оренбурге много живут Эрзиан, Мокшан. И в Татарии, в Башкирии. И знаете, ну, именно костюмы всегда, они отличаются своей красотой. То, что мне это всегда нравится. Ну, вот эта работа, это Кашкуровский район, Тавла. Где очень много проходит праздников. Это то, что Петр Владимирович Рябов делает такие прекрасные праздники. Это из дерева создают шедевры. И ежегодно вот этот праздник проходит там. И глядя вот на эту красоту, там, естественно, и концертная программа. Приезжают со всех регионов России. Праздник очень сильный, красивый. И опять же, вот эту красоту увидел там, да. Это фолькерный ансамбль поет. И тут сидящие. Тоже получилась такая картина. Ну, и, естественно, там речка. Для меня речка это всегда красиво. А это вот так же две девушки с ансамбля. И вот так вот случайно сели. И вот такая работа красивая получилась. Очень даже интересно. Ну, я не только пишу Такую национальную тему. Еще, во-первых, я много езжу. В прошлом году был в Карелии. Прекрасная страна, именно Карелия. На северном Кавказе часто бываю. На юге страны. И вот эти поездки, они всегда наполняются такой, знаете, творческой энергией. Вот в этом году мне просто интересно. Есть деревни такие, просто живописные. И вот этот этюдного плана еще я их не завершил. Вот такая работа. Просто на дороге, когда едешь по дороге, ну, и продают яблоки, грибы, тыквы. Ну, и там бабуля смотрит, когда кто-то остановится, что-то приобретет. Вот такие дома. И еще вот это этюдного плана, говорю. Опять же, работы незавершенные. Такого плана, такого плана. И интересная работа, поэтому я для такого плана. И... Субтитры делал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!